привет ребят на связи шамшурин это короткое видео оно называется нет возможности вернее я бы даже назвал его нет возможности тогда застрелись следующем то есть ну предыстория такая одна особо но женского пола что-то тут вдохновило меня на это видео то есть там написал мне в контакте следующее что вот ты на своих тренингах там не рассказываешь людям что есть статусные девушки и как бы те люди которые выглядят там по я цитирую слова стрёмные жирные кривые некрасивые там какие-то нищие стрёмно одеты типа ты мне объясняешь что им все равно ничего не светит что значит все равно ничего не светитесь вопрос значит по поводу опять же статусных а востребованных девушек ну я считаю что наличие сисек ног там и жопы я не знаю и более менее смазливого лица не делают девушку востребованными но как в моем понимании девушки должны быть какие-то еще другие качества но суть видео не в этом по-своему она права единственная что ты не рассказываешь людям что надо вот меняться во всех аспектах да то есть почему она решила что не рассказывать не знаю ну то есть суть такая ребята да нужно меняться еще недавно мне один товарищ тоже написал в контакте что вот спасибо вован ты делаешь так что даже самому простому там стрёмному деревенскому парню будет доступна какая-то там красивая самая лучшая статусная девушка и так далее но если брать целью жизни женщин или как хороший мотиватор к другим целям ну не совсем так вообще все в принципе правильно да но суть какая не совсем так потому что чтобы парень простой деревенский бедный парень там какой-то какого он имел ввиду чтобы ему стало доступно такая девушка ему нужно быть перестать быть таким простым бедным деревенским таким-то таким-то там стрёмно одетым стрёмно выглядящимся там выглядящим недалеким парнем нужно будет развиваться нужно будет дофига чего делать опять же я занимаюсь мотивацией людей мотивации людей через желание нравиться женщинам потому что я считаю что я имею ввиду мотивации мужчин конечно потому что я считаю что если ничего больше тебя не мотивирует и ты никак не можешь оторвать свою задницу чтобы начать менять свою жизнь отличный повод это вот желание понравится какой-то девушке то есть завоевать ее соблазнить ее сделать ее своей женой или вообще желание нравится и быть востребован среди женщин поэтому да надо будет не просто развиваться надо будет ебашить вот другого слова здесь не назовешь и вообще чтобы в жизни хоть как-то поменять свою ситуацию текущую если особенно она у тебя совсем не радужная не перспективная нужно реально будет очень сильно постараться и очень сильно начать ебашить очень сильно начать работать вот по поводу нет возможности многие люди особенно те которые остались там в моей прошлой жизни они все говорят слушай но у нас нет возможности у нас нет возможности у тебя возможности есть наверное у нас нет вот мне всегда хотелось узнать то есть По их мнению, наверное, есть какой-то, ну, самое интересное, что когда-то так думал и я, только я уже настолько давно так думал и так утверждал, так говорил, что я уже даже не помню, как это вообще, но, скорее всего, я примерно что-то похожее повторял, что нет возможности. В какой-то прекрасный момент я понял, что пока я не возьму тотальную личную полную ответственность на себя и прямую за свою жизнь, ничего не изменится. Я могу много ходить ныть, что нет возможности, что все херово, что правительство такое, что зарплата маленькая, но от того, что я ныну, моя жизнь никак не изменится. Поэтому возможности задаете вы сами. Я еще раз говорю, что я никогда не видел и не слышал о таком и такого, чтобы, например, Бог раздавал возможности. Или где-то есть какой-то магазин или точка, пункт, место раздачи возможностей, куда вы приходите и говорите, так, возможности. Кому возможности? Вот на тебе возможности, на тебе возможности. Ни у кого нет возможности, ребят. Возможности нужно создавать. Отсутствие возможности из фразы из серии «У нас нет возможности это делать» – это оправдание своего собственного бездействия. Хотите оправдываться дальше – оправдывайтесь, но результативным вы в этом плане не станете. Вы будете ходить, говорить всем, как все плохо, вас будут жалеть такие же, как вы, но ничего в жизни не сдвинется. Вы сами должны себе эти возможности создавать. Что касается истории твоего покорного слуги. У меня есть пример. Это мой брат. Я не буду посвящать тебя в мою личную жизнь, в личную жизнь моей семьи. Но суть такая, что я родителям помогаю, а он родителям не помогает. И моя мама всегда говорит и говорила, и говорит сейчас, что вот у него нет возможности, поэтому он этого не делает. Ни хера подобного. У него нет желания, блять, они нет возможности. Почему? У меня есть возможности, у него нет. То есть мне что, их дали где-то, блять, возможности подарили? Нет. Нет. Просто когда-то я захотел чего-то. Я понял, что та жизнь, в которой я живу, или там те женщины, с которыми я общаюсь, или отсутствие женщин в моей жизни полное. То есть оно меня не устраивает. Я решил когда-то, что вот мне нужно все поменять. Да, это не произошло вот так. И оно и сейчас не на том уровне, на котором мне хотелось бы. И сейчас мне есть куда расти. И меня много чего не устраивает. Но я делаю что-то, я работаю над собой, я ищу возможности, я ищу пути достижения своих целей. Иногда вообще опускаются руки. Это нормально. Я живой человек такой же, как вы. Все живые люди, все одинаковые. У всех есть слабости, у всех есть лень, у всех есть чувство комфорта. Но еще раз. Возможности появляются только после того, когда начинают появляться какие-то желания. Если тебя не устраивает текущая ситуация, подумай, захоти чего-то другого. Чего ты хотел бы изменить, в какую сторону, как это должно выглядеть. Когда ты захочешь, возможности найдутся. И у меня в жизни было огромное количество примеров. В моей книжке, в частности, об этом написано очень много. Начиная с той поездки в Таиланд, первой когда-то в 2010 году, когда я выиграл в конкурсе Pickup.ru. Я хотел на море, да, но у меня не было возможностей. Но я очень сильно этого захотел, поэтому вселенная, Бог, Кришна, Будда, Аллах, не знаю, высшие силы, космос. Может быть, вы во все это не верите. Жизнь, судьба, она дала мне какую-то возможность. То есть, она дала мне возможность выиграть в этом конкурсе и, соответственно, победить, поехать в Таиланд. Поэтому, ребята, не надо пиздить самому себе, что нет возможности или оправдываться. Пока вы думаете так, в вашей жизни ничего не изменится. Ищите свои возможности сами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok